МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Лилия Анн. Эфир 41-го канала продолжит программа Воронеж. События. Факты. Смотрите сегодня в выпуске. Губернатор Воронежской области встретился с журналистами. Викторина – конструкторы оружия 20 века. Как и чем питаются верующие в преддверии светлого праздника Пасхи в еженедельной рубрике «Потребительская корзина». А начнем с международных событий. Франция отправит почти 300 военнослужащих, 4 танка и 25 боевых машин пехоты в Эстонию. Решение принято в рамках миссии НАТО для усиления силового присутствия альянсов Польши и странах Балтии. Военные будут дислоцироваться в городе Тапо в 140 километрах от российской границы. В состав дивизии входит 2-я бригада французской армии и наемники из иностранного легиона. Их прибытие ожидается уже 23 апреля. При Балтийской республике французы останутся до конца августа текущего года. Ранее МИД России сообщил, что Североатлантический альянс милитаризирует Черноморский регион и активизирует разведку границ России под предлогом, цитата, мифической российской угрозы. В Каталонии прошла акция по выявлению скрытого сексизма. После проверки в библиотеке одной из школ в Барселоне с книжных полок исчезло 200 произведений, в которых якобы содержится пропаганда гендерных стереотипов. Проверяющие утверждают, что в 30% литературы содержатся сексистские высказывания. В этот список вошла в частности сказка «Красная шапочка» и популярная среди католиков история о Святом Георге. Все 200 книг были изъяты из библиотеки и заменены на менее сексистские аналоги. Другие школы Барселоны также намерены избавиться от изданий, в которых пропагандируется гендерное неравенство. Ранее в детском мультфильме «Свинка Пеппе» лондонские пожарные обнаружили сексизм. Им не понравилось слово, которое создатели сериала употребили в отношении мамы-свинки. Новости наших ближайших соседей. Владимир Зеленский решил разорвать партнерство с опальным олигархом Игорем Коломойским и покинуть студию «Квартал 95». Также он дал обещание немедленно сложить президентские полномочия, если он нарушит закон. Кстати, нынешний украинский глава Петр Порошенко, которому принадлежит кондитерская фабрика «Рошен», обещал в случае победы на выборах 2014 года продать свой главный актив. Однако слово свое не сдержал. Между тем, депутат Верховной Рады Надежда Савченко опасается, что на лидера президентской гонки Шомана Владимира Зеленского во время дебатов на Киевском стадионе Олимпийский могут совершить покушение. Новости Российской Федерации. Правительство России вводит полный запрет экспорта на Украину сырой нефти и ряда продуктов ее перегонки. Бензин и дизельное топливо, каменный и бурый уголь, пропан, бутан и сжиженный газ с 1 июня можно будет поставлять в соседнюю страну только с разрешения выданного непосредственно Министерством экономического развития. Это постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Ранее на правительственном заседании глава Кабинета Министров сообщила о необходимости ответных мер в отношении Украины, которая запретила ввозить некоторые российские товары. В России могут появиться частные кладбища. Соответствующий законопроект готовит Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Впрочем, речь идет не о коммерческом объекте, а о государственно-частном партнерстве. То есть земля будет государственной, а распоряжаться кладбищами на ней станут частные операторы. Такая система должна устранить нарушения на рынке ритуальных услуг. В частности, запретить их навязывать, а также передавать третьим лицам данные об умерших. Также медицинские учреждения больше не смогут готовить покойника к захоронению, а ритуальные компании оказывать услуги на территории больниц. Новости нашего региона. Губернатор Воронежской области Александр Гусев встретился с журналистами. Главе региона было задано много вопросов, в том числе о переносе площадок для несанкционированных митингов, мусорной реформе и дурном запахе в некоторых районах. Подробнее о встрече с представителями СМИ расскажет побывавшая на встрече Галина Жукова. В последний раз представители СМИ встречались с губернатором Воронежской области в декабре прошлого года. За это время в стране произошли изменения, например, вступила в силу мусорная реформа. В регионе создано 8 отходоперерабатывающих кластеров, но реально работает только один. Хотя чище мусорные площадки не стали. И раздельный сбор есть далеко не везде. Вот это мы готовы взять на себя, поставить контейнеры, окрасить их в необходимый цвет, ну и, собственно, начать программу раздельного сбора. Ну, у нас точно нет иллюзий, что мы в течение одной недели, одного месяца или одного года сумеем людей приучить к тому, чтобы такой сбор раздельно осуществлялся. Ну, в странах европейских, говорят, это 5-7 лет занимало, возможно, у нас 10 лет займёт. Затронули журналисты и новость, которая недавно огорошила многих городских политических активистов и правозащитников – перенос гайдпарков из центральной части города на окраину. Было бы неправильно разделить город вот здесь можно на окраине, а в центре почему-то нельзя. В моём понимании это как-то не вяжется в логику. Почему эта тема возникла? Впрочем, ликвидацию одного из наиболее известных и намоленных, по словам правозащитников, мест для несогласованных митингов Александр Гусев назвал совершенно правильным и обоснованным. Советская площадь. Ну, уж точно это уже не формат гайдпарка, правильно? Там дети, там фонтаны, там много отдыхающих. И, ну, смысла там митинговать я точно никакого не вижу. Тем более, что это где-то всё равно не на центральных проходных улицах. Туда люди приходят отдохнуть. Отдельная тема – заработки воронежцев, особенно бюджетников. Многие врачи и учителя обращаются к главе региона с жалобами на низкие и несоответствующие майским указам президента зарплаты. Да и большинство воронежцев довольствуются зарплатами в 15-20 тысяч. При этом в отчётах чиновников средняя зарплата в Воронеже почти 40 тысяч рублей, а реально 20. А в районах и того меньше 15 тысяч. По экономике у нас сейчас средняя заработная плата 29 тысяч рублей, там без каких-то копеечек. Но 38 процентов, по-моему, вот такая цифра есть, всех работников на территории области получают менее 20 тысяч рублей. Поэтому, конечно, нам нужно делать всё с тем, чтобы росла заработная плата. Журналисты попросили губернатора обратить внимание ещё на одну проблему – постоянное зловоние, на которое жалуются жители посёлка Тепличный. Не лучше ситуации и в Левобережном районе. То, что касается запаха в городе, я, может быть, разочарую вас, но это Левобережное честное сражение. Они не всегда виноваты, возможно, в этом. И, возможно, что на самом деле жители чувствуют даже это из канализационных колодцев. К сожалению, есть, я по-другому не назову этих людей, либо организации, негодяи, которые сливают в колодцы наши промежуточные. Это даже не приёмные колодцы, где мы разрешаем сливать, а, видимо, где-то находят место, сливают всякую дрянь. В отношении нарушителей, заверил губернатор, будут приниматься самые строгие меры, вплоть до уголовной ответственности. Безответственные действия затрагивают именно отношение к экологической безопасности региона, что может привести к самым непредсказуемым и плачевным последствиям. Галина Жукова, Дмитрий Хлебный, 41 канал. День рождения Мосина и Калашникова воронежские школьники отметили интеллектуальными состязаниями. Викторина конструктора оружия 20 века состоялась в военном музее Диорами. Вы пришли не только показать свои знания, но и получить какие-то знания, поэтому это нормально. Основа игры напоминает популярное интеллектуальное шоу «Умницы и умники». Только здесь сегодня соревнуются в знаниях ученики девяти школ, от каждой по три представителя. Тема конкурса – выдающиеся оружейники нашей страны Мосин и Калашников. Ко дням воинской славы и памятным датам России мы традиционно организуем конкурс знатоков и викторины, которые посвящены важным для нас датам. Датам в истории отечественного стрелкового оружия и известным российским конструкторам. Сергей Иванович Мосин, наш земляк, уроженец села Рамонь, изобрел оружие победы – винтовку, которая во многих войнах помогла удержать баланс сил на нашей стране. Данная винтовка пришла на смену уже устаревшей винтовке «Бердана». С этой винтовкой наши солдаты прошли и русско-японскую войну, Первую мировую войну, гражданскую, советско-польскую войну, советско-финскую и Великую отечественную войну. В производстве она стояла вплоть до 1947 года, и в некоторых воинских частях она использовалась вплоть до 70-х годов прошлого столетия. Если команда на соревнованиях будет долго думать, то ход перейдет к другой. Поэтому с ответом лучше не тянуть. Несмотря на соревновательный дух, для участников главное все-таки – не победа. Ребята единогласно решили, что не будь этих легендарных конструкторов оружия не было бы нынешней России. Мне кажется, Россия выступала бы военной мощи другим государством. Мосину французы даже предлагали продать патент на производство его трехлинейки за огромные деньги по тем временам. Но так ничего не добились. Во-первых, он был на фронте, а во-вторых, он сам хотел, чтобы его оружие было в его рядах. Учителя детально ведут подготовку детей к участию в конкурсе знатоков. Детям получение новых знаний об истории только в радость. Выбрали лучших, и они с удовольствием поучаствовали в викторине. Мы постоянно ходим в Центр военно-патриотического воспитания. Будучи классным руководителем, я очень много внимания уделяю военно-патриотическому воспитанию детей. И они охотно посещают все мероприятия этого Центра. Наибольшее количество баллов оказалось у второго лицея. Но по традиции победителей, проигравших в этом конкурсе нет. Главная позиция организаторов – игра ради игры. Такой подход дает возможность привлекать большое количество школьников из разных школ. И дети в этих конкурсах не боятся участвовать. Олеся Лисюк, Сергей Артемов, 41 канал. У православных заканчивается шестая неделя Великого Поста. Как и чем питаются верующие в преддверии светлого праздника Пасхи и по карману ли обычному воронежцу соблюдение строгого ограничения в еде. В нашей постоянной рубрике – потребительская корзина. Великий пост – самый продолжительный строгий. Он длится 49 дней. Главный смысл любого поста – духовное очищение. Верующие в эти дни стремятся больше читать духовную литературу, отказываются от вредных привычек и стараются жить в мире с собой и окружающими. Традицию поститься вели первые христиане. В первую очередь это является прообразом того, воспоминания того, что Христос провел в пустыне 40 дней, и он постился. Человек, если хочет из себя изгнать какую-то страсть греховную, грех, привычку вредную и так далее, он должен поститься, должен молиться. Кроме того, есть еще такое очень интересное замечание о посте. Это когда Христос сказал, что когда вы поститесь, не будьте лицемерами. И в качестве лицемеров он привел фарисеев, которые, когда начинался пост, это была такая ячейка иудейская фарисеи, когда начинался пост, они вот сыпали пеплом себе голову, делали унылые лица и ходили, показывали всем своим внешним видом, что они постятся. И вот Христос сказал, что вы когда поститесь, не будьте как фарисеи и лицемеры, но помажьте лице свое елеем, а елей в первом веке это была косметика. То есть вы должны свое лицо умыть, всячески приукрасить и внешне не показывать то, что вы поститесь, а вот внутренне вы должны поститься. Ребята из молодежных отделов при воронежских храмах рассказывают, как они переносят пост и какие продукты ставят на стол в эти дни. Оказывается, постясь можно значительно сэкономить. Светлана, супруга протеерея Николая Лещенюка, сегодня решила накормить нас всех, в том числе и нашу съемочную группу. Специально для нас она приготовила драники с ореховым соусом. Вкусные, сытные блюда. Сначала мы можем начать с приготовления соуса. То есть мы берем грецкие орехи, раскалываем. Потом мы чистим чеснок и все это погружаем в блендер. Грецкие орехи и чеснок. Чеснок тоже в зависимости от того, кто любит более острый соус. Острый, а кто не очень, можно оставить только пару зубчиков для аромата. Это все мы складываем в блендер, взбиваем в однородную массу. После этого мы добавляем пару столовых ложек нерафинированного подсолнечного масла. Можно и рафинированное, но с нерафинированным получится ароматней. Опять же взбиваем это все, добавляем немного соли. И после этого добавляем еще немного кипятка или хорошо горячей воды. Получается вот так вот у нас однородная масса такая. После картошку нужно почистить и натереть на терке. Затем слепленные драники необходимо пожарить. Пока Светлана готовит, мы беседуем за столом и пьем чай. У нас в семье 5 человек и возрастная категория с 7 до 45. Поэтому все люди взрослые, все кушают много. И могу сказать честно, что для нас это не особо накладно. По крайней мере на бюджете это мало чем отражается. Возможно, пост выходит даже дешевле, нежели чем обычное питание. Но все опять же зависит от того, каким продуктами вы питаетесь. Многие семьи к посту готовятся заранее. Благодаря этому во время поста расходы на еду значительно уменьшаются. Мы очень благодарны нашим бабушкам, дедушкам, которые помогают нам подготавливать летом закрутки, которые часто идут в ход готовки, потому что пост обычно выпадает на весенний период, начиная с марта и обычно заканчивается в апреле. И в этот промежуток времени как раз остаются все эти консервы, компоты, салаты, соленые огурцы. Татьяна, ее родители и брат с сестрой постятся ежегодно. Девушка говорит, бывало даже так, что за весь пост на семью они тратили всего 6 тысяч рублей. Ольга вместе с друзьями даже решили организовать мастер-классы по приготовлению вкусных постных блюд, на которые любой желающий сможет прийти абсолютно бесплатно. Молодежь приходит на такие мастер-классы. Сейчас, пока проект только начинает свое действие, всех приглашаем обязательно в Покровский храм. Это будет проходить, наверное, на еженедельной основе. Когда Ольга впервые решила поститься, делала это неосознанно. Начинала я поститься в институте, заодно за компанию с подругой. И, увидев ее пример для меня, обычно это в таком студенческом возрасте большое имеет значение, я тоже решила попробовать, толком до конца не понимая смысл поста. И просто пока ограничивала себя в еде. То есть для меня это было тоже уже подвигом. Дмитрий постится впервые. И в его семье пост никто не соблюдает. Поэтому ему он дается совсем нелегко. Искушений и страстей приходят к нам именно через черепоугодие. И вот смирение, сокращение количества потребления пищи, в том числе и сокращение рациона, оно приводит, с одной стороны, к оздоровительным моментам. Но вот блюдо уже готово. И мы с радостью разбираем с тарелки вкуснейшие драники, которых хватило всем. Начать пост никогда не поздно. Соблюдать пост детям или нет решают их родители. Но, как правило, для малышей ограничение заключается в запрете увеселительных мероприятий или отказе от сладкого. Всем верующим за время поста нужно прочиститься. Хотя бы один раз. А лучше делать это еженедельно. Нездоровым людям допускается послабление. Им строгий пост не обязателен. Это сказано именно апостолом Павлом, что скверно – это не то, что входит в уста, в рот человека, а то, что выходит из его рта. Это слова, это обиды, это гнев и так далее. Пост, утверждают православные, это стояние за свою веру. Да и само празднование Пасхи по-настоящему можно осознать, пусть даже после небольшого ограничения. Олеся Лисюк, Сергей Пеляев, 41 канал. А теперь о погоде. Спонсор прогноза – цирк на воде. Не пропустите! С 27 апреля в Воронеже – цирк на воде. Юбилейные гастроли одного из лучших представлений мира. Новый авторский аттракцион «Шевченко-шоу». Ждем вас в цирке. 20 апреля в регионе облачно с прояснениями. Ветер северный от 2 до 3 метров в секунду. В Боброве 11 тепла. Такая же температура в Борисоглебске, Бутурлиновке, Багучаре и Семилуках. 11 градусов в Рамоне и Репьевке, в Росоше, Лисках и Острогорске. В столице Черноземья плюс 11, северный ветер – полтора метра в секунду. 20 апреля православные вспоминают святую Акелину, жившую в конце 3-го – начале 4-го веков в городе Синоп. Когда при императоре Максимилиане начались гонения на христиан, Акелину посадили в тюрьму. Но это не помешало ей обратить в христианскую веру 200 римских солдат. Об этом донесли правителю, и тот приказал обезглавить Акелину и всех новообращенных воинов. В народе считалось, что в Акулинин день на поверхности рек появлялись русалки. Чтобы избежать с ними встречи, крестьянки в старину нарочно оставляли на берегу платья, юбки, рубахи и красивые лоскуты материи. Не пропустите! С 27 апреля в Воронеже цирк на воде! Юбилейные гастроли одного из лучших представлений мира! Новый авторский аттракцион «Шевченко-шоу»! Ждем вас в цирке! Уважаемые телезрители, 41-й канал Воронежской области не отключается в связи с переходом федеральных и местных каналов на цифровое вещание. Мы продолжаем эфирное аналоговое вещание на 41-й телевизионной частоте. Мы по-прежнему работаем для вас 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. И это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-9406, пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41-го канала. Смотрите «Воронеж. События. Факты» в телевизионном эфире в 6, 7, 9 часов утра, ровно в полдень, в 19.30, в 20.30 и в полночь по московскому времени. А также на нашем канале в интернете. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире 41-го. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин